Добрый день. Я хочу представить вам высшую школу транспорта и профили, по которым мы готовим бакалавров в рамках существующих направлений подготовки. Миссией нашей школы является подготовка квалифицированных кадров для транспортной отрасли на основе исследований феноменов развития транспортных систем. Надо сказать, что транспорт — это очень широкое понятие. В него входят и транспортные средства, и транспортная инфраструктура, которые в совокупности обеспечивают процесс перевозки людей и грузов из одного места в другое. Задачи, в которых применяется транспорт, очень разнообразны. Это и рациональное построение транспортных систем, предприятия, а может быть, района, города или целой страны. Способы, которые решаются из задачи, также очень многогранны. Необходимо проектировать новые транспортные средства, разрабатывать эффективные методики эксплуатации существующих и рациональным образом организовывать транспортные потоки на всех уровнях. Соответственно, наш выпускник — это инженер широкого профиля, обладающий обширными компетенциями в рамках проектирования транспортных средств, транспортного планирования и логистики и обладающий компетенциями для развития в сфере транспорта. Первый профиль, о котором я расскажу, — это цифровая логистика. Он реализуется в рамках направления подготовки 230301 «Технология транспортных процессов». В данной сфере мы реализуем несколько траекторий развития наших студентов. Это промышленная логистика и городской транспорт. В рамках промышленной логистики студенты осваивают основы проектирования предприятия, производств, рациональную организацию транспортных потоков внутри этих производств, а также управление перевозками. Кроме того, дается качественное инженерное образование, поскольку специалисты, работающие в данной сфере, обязаны понимать технологические процессы, которые происходят на предприятиях. Второй трек — городской транспорт. В рамках данного трека студенты осваивают всевозможные методики транспортного планирования в рамках существующих концепций урбанистики для построения комфортной городской среды. Конечно же, нужно отметить, что цифровизация проникает во все сферы деятельности человека, в том числе и в транспортных. В настоящий момент одним из очень важных аспектов, который учитывается при подготовке студентов, является моделирование с помощью современных программных комплексов, которые позволяют построить в задней степени достоверности транспортные модели и предприятий, и городов, и осуществить их взаимную интеграцию. Поскольку проблемы, связанные с организацией транспортных процессов, являются чрезвычайно актуальными и для предприятий, и для городов на всех уровнях, то и компетенции наших выпускников являются востребованными на рынке. Следующий профиль — это автомобилестроение и автосервис. Он реализуется в рамках направления подготовки 230302 — наземные транспортно-технологические комплексы. Данная программа подготовки ориентирована на создание специалистов в сфере проектирования, эксплуатации и сервиса колесного транспорта. Рассматриваются автомобили, автобусы, военная спецтехника. Кроме того, в части военной спецтехники выделяются гусеничные машины. Студенты осваивают современные средства автоматизированного проектирования, а те задачи, которые они решают, являются актуальными для наших промышленных партнеров, и, соответственно, программа обучения также меняется и актуализируется в соответствии с запросами промышленности. Следующий профиль — это транспортно-технологические комплексы. Он также реализуется в рамках направления подготовки 230302 — наземный транспортно-технологические комплексы. В рамках данного направления студенты изучают основы проектирования сложных транспортно-технологических машин, изучают основы моделирования и цифрового прототипирования. Изучаются такие программные комплексы, как Крео, SolidWorks для построения 3D-моделей, а также средства, конечно, элементного анализа, такие как ANSYS и FIMAP. На выходе наши выпускники могут работать в различных сферах, в том числе на управленческих должностях. Учиться у нас интересно, и мы ждем вас у себя. Поступайте к нам. Чтобы к нам поступить на указанные направления, необходимо сдать следующие экзамены. Обязательные — это русский язык и математика, и по выбору либо физика, либо информатика. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok